всем привет меня зовут максим и сегодня у нас будет краш-тест спортивного туристического снаряжения дорогого фирменного и дешевого китайского дорогое фирменное оборудование мы купили спортмаркете на заре дешевая на спортивном рынке посмотрим что из этого выйдет мы находимся в мастерской умело спасибо ребятам за предоставленное помещение здесь мы протестируем маски и перчатки и термосы ну а дальше мы отправимся на автомойку где протестируем шлема и куртки начнем мы наши тесты с термосов дорогого термоса стэнли фирма пожизненная гарантия 5000 стоит и дешевый китайский какой-то термос за полторы тысячи давай производители дорогого термоса заявляет что тепло будет держаться 40 часов китайский 24 почти два раза больше помощью градусника мы проверим температуру в этих термосов 20 часов назад мы залили сюда кипяток и узнаем какой же из этих термосов лучше держит тепло прошло три дня температура все растет и растет и что у нас вышло в дешевом термосе температура у нас почти 60 градусов кто-то в закрутке моща ждем температура уже 75 она продолжает расти и фирменном термосе у нас температура 75 градусов как мы видим фирменный термос держит тепло больше чем китайский дешевый вот но теперь у нас остался последний краш тест так называемый на противоударности герметичность мы бросим оба термоса с высоты человеческого роста прям на бетон все целое все целое опа понятно ручка не выдержала на китайском термосе а также тут большая вмятина смотрите какое качество металла маленькая вмятина большая а сейчас мы протестируем перчатки на водонепроницаемость дорогого бренда за 4000 и дешевого за 1000 рублей начнем с перчаток дорогих влаги нет долго мне стоять так ну рука сухая сверху конечно они потяжелели видать куда-то все же влага впиталась но руки сухие абсолютно рука абсолютно сухая теперь проверим китайские дешевые перчаточки а прям набирается полная перчатка тест провален перчатка промокла насквозь перчатка за 1000 рублей не работает а сейчас у нас тест на прочность мы сделаем несколько надрезов и какая из перчаток выдержит так и гиби и начнем с китайской перчатки перчатка не выдержала есть несколько порезов теперь проверим фирменную дорогую перчатку прикинь бы да сейчас такой вот так вот просто вот заговорился такой давай резать а теперь проверим фирменную перчатку дорогую смотри выдержала перчатка выдержала ни одного пореза не вижу возможно кожа даже я бы себе купил такие вот перчатки так мы проверили внутреннюю поверхность теперь проверим внешнюю металлической щеткой выдержала выдержала сейчас у нас краш-тест масок дорогого бренда за четыре с половиной тысячи и дешевого китайского за полторы тысячи первый тест у нас пакетик с щебенкой куда мы опустим каждую маску и посмотрим как стекло будет устойчиво к царапинам и и начнем мы с китайской маски я думаю хватит царапины должны появиться надо чем-то протереть мы посмотрим как китайское стекло устойчиво к царапинам маска вся царапина но теперь посмотрим на что способна фирменная маска дорогая маска также не справилась с тестом в данном тесте победителя у нас нет обе маски поцарапаны причем значительно и еще один тест ножом проведем несколько раз по линзе каждой маски и посмотрим какая устойчивее к царапинам начнем с китайской ну как мы видим легко царапается данная маска проверим маску подороже делаем а также три проводки ножом по линзе но это маска оказалась еще хуже подвержена наоборот не хуже подвергнутся рапин давай как мы видим эта маска менее устойчивая к царапинам так скажем чем китайская отсюда можно сделать вывод что китайская масочка за полторы тысячи она как бы более устойчивой царапинам оказалось чем дорогая за четыре с половиной что же еще нам сделать с этими масками попробуем эту дрелью ну я думаю от них ничего не останется красота китай пошел в бой да то же самое да не такое ни одна маска не выдержит да теперь проверим их на ударопрочность возьмем молоточек посильнее может полностью ломай ломай меня полностью я хочу что ты ломал мне царапины есть но ни одна маска не лопнула ваши глаза будут целы хоть эти маски не выдержали наш краш-тест на появление царапин на линзе но они защитят вас ваши глаза на склоне от различных ударов лыжными палками и еще один тест так называемый босс можем увидеть что стекло то двойное боже мой было бы это сейчас кокли как они за 30000 это было бы конечно счетов китайская маска это маска прочнее толще стекло что ли у него прям пилилась с усилием это же двойное стекло у нее на линде ну вот и закончили мы снимать мастерской наш краш-тест и сейчас мы перемещаемся на автомойку где протестируем куртку и шлема горнолыжные мы переместились специальную локацию для краш-тестов где мы будем испытывать вот эти два шлема китайский шлем за две с половины тысячи и фирменный шлем head за 7000 эти два шлема хоть и разной ценовой категории но имеют одинаковую степень защиты и по функционалу они тоже практически идентичны у них есть регулировка по размеру одинаковая практически тоже несъемная подкладка различаются лишь вентиляции ну а теперь мы узнаем с помощью краш-теста какой же из этих шлемов прочнее ну и наш первый тест мы бросим эти шлема с высоты человеческого роста положив вовнутрь вот этот фрукт по моему дабы утяжелить имитировать голову вот так то будет выглядеть тут ее даже затянуть можно чтобы она не выпала вот так вот это будет да атакой 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 тут ее даже затянуть можно чтобы она не выпала ничего абсолютно не произошло даже царапин нет ни трещин да как предполагалось ничего не произошло даже царапин нет не говорю же трещинах делайте ставки не выскочила так ну у нас первая поломка есть это вентиляционное отверстие рычажок закрытие открытие вот он отлетел единственное ну а так больше никаких трещин царапин нет в принципе в целом все отлично трещин нет поцарапов маленько но сейчас проверка битой надо сильнее бить есть пробитие есть трещина вот она но она не критично не выдержал выдержал не будет церемониться ударим посильнее вообще ничего теперь настало время молотка это печально есть пробитие ну и черепушки тоже она он видите трещину вот так вот треснул шлем от удара после падения обнаружили такой дефект на фирменном шлеме что перестала работать утяжка головы система уже не работает все он не держит делать и ставки да сейчас будет жестко да это жестко фирма че могу сказать вообще ничего нет даже трещины в том месте куда молоток попал даже пластик не лопнул внутренний внешняя оболочка треснула пластик внутренняя часть шлема так выглядит голове достанется если будут такие удары а сейчас у нас на тесте две вот такие за плюсом а сейчас у нас на тестах две вот такие куртки разной ценовой категории за 2000 и за 25000 иди сюда кое-что покажу для чистоты эксперимента чтобы было видно где буду промыкать где будут видны и влажные места что мы имеем тест провален куртка за 25000 не выдержал испытания с виду куртка промокла вся как вы видите вообще просто прям эта куртка также не выдержала испытаний она промокла еще сильнее даже бубончик у меня мокрые плечи так как она короче у меня промокли штаны вот и подошел к концу наш краш-тест подписывайтесь на слэнерджи и пишите в комментарии какой момент вам больше всего понравился всем пока